Демонтаж с предыдущего матча не готов У меня две монтажные бригады Я думаю, что такая фигня Знаете, сколько здесь тонкостей, нюансов и деталей Это когда приходишь на матч Конечно, ты видишь все такое готовое И тебе кажется, что так все легко Но подготовка ко всему Это не просто взять и поставить что-то или повесить Это же нужно все замерить Это же должно быть все красиво Мы же все для вас делаем Ретро-матч мы придумали 6 лет назад Еще у нас было в Сокольниках И когда мы в августе узнали календарь чемпионата КХЛ 15-16 Увидели совершенно случайно это произошло Мы не просили лигу об этом Увидели, что у нас домашний матч на 22 декабря Получился интересный системный проект Который происходит ежегодно в день рождения нашего клуба Подумали, решили Первый матч провели, насколько я помню, в стиле 60-х Ну естественно, поскольку событие грандиозное Оно ухватывает целое десятилетие И этот пласт запихнуть в один матч практически невозможно Поэтому мы решили продолжать У каждого клуба должна быть какая-то своя фишка И в «Спартаке» ретро-матчи вот такой фишкой и стали И мне кажется, что они со временем превратились в какое-то явление во всей лиге И спасибо большое КХЛ, что она идет навстречу И именно в этот день делает нам домашние матчи И подбирает интересных соперников Очень запомнился ретро-матч в стилистике 90-х годов Когда «Спартак» играл в оранжевой форме против «Сочи» В форме, в которой выступали на Кубке Шпенгера в начале 90-х Не все, наверное, восприняли посыл однозначно Но спустя 2-3 года меня до сих пор спрашивают, где можно приобрести Хотя в версии уже эти давно закончились Необычная форма, да и эпоха выбрана такая Что там можно было придумать вообще все что угодно Малиновые пиджаки И 90-е непростое время, но оттуда есть что набрать именно в исторических факторах Вы что занимаетесь? Привет, это Лова Это Старшин Брата С ними невозможно с двумя одновременно работать Это можно сойти с ума, но они классные Будет вот такая вот тематика у нас Это моя коллега Она мне обычно распечатывает списки и дает «Да, ничего не делает» И в принципе все как бы А потом покажу и говорит, что все не так А потом приходит, да и потом, да Потрясающая история была с Брежневым Во-первых, этот ролик потрясающий, который мы сделаем Я его периодически пересматриваю и сам уже начинаю верить, что действительно Леонид Ильич говорил это, озвучивал этот ролик Сегодня я с чувством глубочайшего удовлетворения могу объявить, что в текущем социалистическом соревновании среди хоккейного клуба страны уверенно побеждает московский «Спартак» И несомненно персонаж, который был у нас в роли Леонида Ильича, это прям вот мурашки по коже до сих пор идут, что ты как будто реально говоришь с вождем народа Ретро-матч это работа, которая приносит удовольствие Ты наполняешь матч какими-то фишками, ты постоянно в каких-то юмористических историях Потому что, например, в моем телефоне куча номеров, например, там Брежнев, Берия Ну то есть все это такие персонажи, которые были в ретро-матчах И когда ты говоришь, ну я сейчас Брежневу позвоню В этом году мы решили оттолкнуться от тематики сорокалетия Олимпийских игр 80-го года в Москве Грандиозное событие не только для столицы, но и для всей страны Я прекрасно помню, ну даже по телевизору, ту прекрасную атмосферу, которая там царит-царила Это вообще для всех было, ну, какое-то неимоверное событие Я ударил Олимпийские игры 1950-го года открытыми Любой ретро-матч это огромная подготовка, это напряжение усилий всех тех людей Которые работают в клубе, и этих людей на самом деле не так много В этом, наверное, есть и сложность, и простота Сложность действительно в том, что нас очень мало А простота в том, что все, что мы придумываем, мы придумываем своим узким кругом И дальше достаточно быстро и интересно уже реализовываем Делаем безумное количество материалов, посвященных той эпохе То есть мы готовим тексты, какие-то видео, интервью, фотографии отбираем И на протяжении двух, наверное, трех недель перед ретро-матчем Начинаем чуть-чуть кормить публику вот в преддверии этого события Машина должна стоять между столбами, чтобы нагрузка была распределена Что значит, раз нагрузка была? Я тоже так считаю Дик, а я такую водочку потерял Я думал он уехал Нет, там все достаточно плохо было Меня запрет на работу Понятно, сейчас я ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попадает? Еще, 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 выворачивайся Аккуратно тоже помогает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И он тут вообще сядет на брюхо Надо вот это все организовывать Надеж, пойдем на арену? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У вас еще эти не повесили, да? Борта еще не повесили? Да, и Санжи, не забудь борта, пожалуйста Я знаю, мы передали сегодня Уголочек был опущен, он должен был быть на 35 см Сам по себе баннер всегда сам ровно висит Но от растяжки много зависит тоже Поэтому баннеры себя заказывать чуть-чуть поуже Чтобы можно было растяжку сделать Все! Если ты берешься за этот проект То, ну, буквально каждый сантиметр арены В чаши, в фойе, на подступах Ты не можешь упустить ни одной детали А этих деталей очень и очень много Каждая зона активности Каждое конкурсное задание Для наших болельщиков Должно быть продумано до мелочей И это действительно большой Гигантский марафон подготовки Как только мы объявляем тему ретро-матча Все начинают готовиться Кто-то подбирает костюмы Кто-то делает себе соответствующий макияж Я услышала, что такое событие Ретро-матч 60-е Вот отрыл бригидон у бабушки с дедом Очень даже Очень даже Слушайте, замечательно Это, ну как, я была не рождена еще в эти годы Но супер Придумаю какие-то даже Свои активности К ретро-матчу и в соцсетях И на самой игре То есть люди именно Подсажены на эту идею На этот праздник То есть все уже готовятся К дню рождения Спартака Не просто как Юбилей, праздничный матч А именно как К событию ретро-матча Этих ретро-матчей ждут не только болельщики Их ждут тренеры и хоккеисты И, скажем, вот где-то недели за две До такого матча Ребята начинают подходить Спрашивать, а что будет за тема А что будет происходить на рейде Я хотел с Гудой там на Юлю записать Мы будем, знаешь, где на тренинг На малом катке Юлюз Гудачик, наш вратарь Он вообще специально подготовился к ретро-матчу Он еще месяца два назад Объявился в соцсетях Конкурс на лучший рисунок шлема У меня уже идея была Очень долго просто сделать Что-то для детей Сейчас получился Через благотворительный фонд Хороший англ Который в Словакии помогает детям Или просто людям, которые там болеют Но самыми худшими простыми Болезнями в жизни Просто раком или так Я с другом, который нарисовал Достаточно им выбрали От девушки называется Ясмина Зовут Ясмина Здесь все есть Что надо к ретро-матчу просто Логотипы Спартака Логотипы просто на эти две игры Которые есть Ретро-матч здесь Мишка, который талисмандул Очень красивый здесь Еще маленький деталл Который я сейчас вижу здесь Один за всех И все за одного Это очень круто Все в таком Чуть-чуть ретро-стиле Когда Белая Москва здесь Я думаю Очень-очень красивый шлем Придумала Ясмина Но у тебя еще К ретро-матчу появились щитки Ловушка И блин Ну это мой сон был Когда я начинал играть в хоккей Всегда мне Понравился просто ретро Ретро формы Но когда я начинал Это не была ретро форма Это была форма Которая была Все следят за этим ретро-матчем Который мы приготовили Я очень рад И как сказал просто Надо что-то придумать На Гуда шоу То есть человек Специально Готовился к этому событию Он ждал этого события И ему интересно В этом Во всем участвовать 123 Ну трамвай затащили во внутрь Нормально На Гуд Да Мужики, захват снимаете? Форма игроков для ретро-матча. Мы посмотрели 80-е годы, там выбора особо большого не было. Мы взяли такую форму, в которой в 80-х Спартак провел больше всего сезонов. Она достаточно классическая, посередине ромб. В соцсетях была отличная шутка, что это ромб после лета у бабушки. Такой был опухший ромб, полосы на плечах, и форма получилась хорошая. Игроки довольны, отметили, что она очень легкая, тягучая, в ней удобно играть. Ребята, спасибо большое. До завтра же. Кто-то завтраке будет, да? На каждый ретро-матч мы выдумываем, как команда приедет на арену. И, соответственно, для нас это такой вызов, потому что нужно найти автобус того десятилетия, которое будет представлено на ретро-матче. Связываемся с музеями, с коллекционерами, и, соответственно, получается интересная история. Субтитры делал DimaTorzok Ну, если правда оно, ну хотя бы на треть остается одно, только лечь, помереть. Хорошо, что удавала. Все смогла пережить. Ага, здесь подъемов никаких нет. Пожалела меня. Пожалела меня и сделала себе жить. Все, гениально. Я уже не играю. Когда есть солд-аут и полный зал, очень большое количество болельщиков на другие мероприятия приходят уже ближе к началу матча. А на ретро-матч очень много, аудитория стремится прийти именно к запуску, чтобы посмотреть фойе, посмотреть те активности, которые приготовил клуб. И благодаря этому на входной группе уже к началу матча не такое большое количество народа. И это как раз та главная боль, которая с нас снимается. Какой-то любой значок за пачку жвачки, пожалуйста. Ох, запах какой-то! Ох! 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 наши девочки из маркетинга сгенерили историю что они принесут тот тот самый факел который который был на олимпиаде здравствуйте здравствуйте на кхл тв ретро матч спарта как барс бросок с вами ретро щитком отбивает шайбу будучи досна калива добивание и опять бросок со труда из шайба заходит в ворота теперь ошибка родил проделал красивый ход в зону пока все очень элегантно бросать не дает команда олег из наркан проигрывает лидеру континентальной хоккейной лиги несмотря на то что спартак проиграл всегда приятно находиться на стадионе всегда болельщики поддерживают красно-белых и сегодняшний антураж ретро матча тому способствует привезло в этом году у нас два матча подряд домашних каждый день и через день а каждый это 22 декабря 23 долго думали и подумали что наверное очень хорошо ложится на второй день в принципе общая тема тема дружбы народу очень хорошо заходят активности где используются какие-то музыкальные инструменты на ни одного ретро матча не прошло без бояна почему без бояна не проходит потому что без этого не проходили ни одни праздники мероприятия представьте себе масштаб костюмерный в которой перевоплощается в различные образы различных эпох каждый из сотрудников персонала и босквин наверное целиком вот так вот можно это характеризовать ретро матч для нас всегда достаточно интересный и сложный день потому что мы всегда к этому готовимся это в прошлые годы мы костюмы еще ширина надяна сшила и виду шивала прям на девочку а в этот раз нам повезло нам предоставили костюм где все не то говоришь даешь контору всю подноготную надо говорить вот так сейчас я расскажу давай на самом деле девчонки ждут каждый год ретро матч всегда интересно какие образы будут на этот год девчонки безумно счастливы на самом деле ходят там улыбаются со своих костюмах да ну это правда это очень хороший опыт прошлая тренировка для нас прошла вообще прям ну таком взрыв мозга потому что национальные костюмы они национальные танцы они в каждом есть свои особенности где руки где ноги но мы постарались максимально воплотить это все да надеемся что представители республик оценят наши старания там никого нету здесь 4 тут 4 помолчите лера шараповичка давай вот на место лера встаньте вон туда повторите мне связь погнали ручки наверх давай и для них а болельщики всегда на самом деле очень доброжелательно рады девчонка машет улыбается просит фотографироваться особенно в ретро матче потому что что-то особенное новое они постоянно что улыбаются поэтому мы уходим за минуту раньше с периода чтобы успеть хотя бы добежать до раздевалки девочки вы стоите все на 9 на лестнице 9 они что улыбнуться надо 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 приходится подбирать музыку под команду под свою под спартак обязательно и плюс ко всему еще под гостей под каждую команду идет свой трек как бы мы как бы чуть-чуть подкалываем а вот по сути обязательно фантазера включаем потому что ну сами понимаете димон алина отправили к тебе а вы зажигаете лампочка до того забивает но сейчас не могу этого сделать понимаю но очень хочется чтобы мы выиграли сегодня как можно больше если зажрать лампочек государственный гимн российской федерации чуть-чуть еще хорошо а и а а а все готово к началу ретро матча спартак против а ведь и так подальний бросок и это голову здесь открывает счет в этой встрече гиржабак перехват выход один на один отличный момент у спартака и добивание гол но я сейчас послушаем медведев из-за ларот и это гол в какой момент тодеков все-таки забивать сергей широков рылов бросает и это гол великолепный бросок широков ухты какой гол лукаш радил сразу едет к сергею широкову важная победа для спартака но помимо того что это яркий матч ретро матч я думал уже все вчера сделаем но просто такая неудачная игра с казани мы хорошо играем просто казани больше эффективно я был забыл три голы я очень рад что сегодня получила года шоу потому что день рождения у спартака ретро матч я думаю все красиво а Что, важные очки? Думаю, нам они сейчас очень нужны Так что молодчики с победой Раз, два, три! Эй! Конечно, ретро-матч — это работа нашего маленького, но дружного, креативного коллектива В общем-то, мы все получаем от этого удовольствие Если раньше я пытался что-то генерить То сегодня ребята генерят совершенно потрясающие идеи, мысли, воплощают их в жизнь Каждый год, конечно, мне кажется, что все труднее и труднее будет находить темы для ретро-матча Чтобы не повторяться и чтобы находить что-то новое Но, к счастью, мы живы, голова еще немножко варит Поэтому надеюсь, что такие темы мы обязательно найдем И каждый год будем сохранять у болельщиков интерес к этому событию Всем большое спасибо! Всем большой рассвет! Прикольно! Красота! Прекрасно! Замечательно! Раз! И два! Аккуратно! Давай-давай! Давай! Вот так, в принципе, опирается на нижнюю часть Ну, короче, чтобы колеса захватывать, делать удобно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я поехала в свое среднее будущее Дану этот ретро-матч О-о-о-о! Как классно! Ха-ха-ха-ха! Как здорово! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...